Багуслав Шефер Багуслав Шефер Багуслав Шефер Что-то вы сегодня неважно выглядите, коллега. Не выспались. Нет, накраситься забыли. Я покорена вашей энергией. Вот вам постоянно чего не хочется. А вот мне нет. Если на то пошло, скажу откровенно. Мне давно уже ничего не хочется. Вы знаете, вот откровенность на откровенность. И мне иногда не хочется ничего. Какое счастье, что таких как мы много. Пора создавать свой международный союз. Моя дорогая, бросим клич. И вперед. Нет, я не ослышалась. Это вы сказали вперед. Вот вы знаете, моя тетка вот такие вареники готовит. Это чудо. Пальчики обрежешь. Штарелку вместе с ними проглотишь. А ведь она не кладет. Ой, вареники много творога. Но вкус, ой, вкус божественный. Вы знаете, а вот я не люблю вареники. Но могу, конечно, съесть парочку. Да и то, если они с мясом. Да вы что? Нет, ну с творогом же лучше. Вот так вот. Так, чуть-чуть перчик. Ой, не повреди. Перчик. Не повреди. Нет, вот все-таки скажите мне по правде. Почему перченые вареники это роскошь? От перченой жизни скулы воротят. А это у вас просто ярко выражено автористическое мышление. А мне ни тепло, ни холодно от этого. А это нормальное состояние. И искусство и должно быть неопределенным. Чем оно неопределеннее, тем оно тоньше. Согласен. Я тоже люблю то, что не понимаю. Когда все в тексте ясно от начала до конца, мне становится как-то скучно. Вот ненавижу в тексте диалог, который толдычит об общей звезды. Любой идиот, послушав его, уже знает, чем он закончит. Предвидит его финал. А вот об этом как раз и писал Хайдеггер. Он считал, что в жизни может случиться все, а так ничего наверняка. Да? Ну, вообще-то у Хайдеггера эта мысль изложена по-другому. Хотя в вашем варианте, конечно, она может быть представлена и так. Ну, бросьте. Я вам уже тысячу раз об этом говорила. Между прочим, как и наш общий знакомый. А вот давайте-ка о нем и посплетничаем. Нет, ну сколько можно ждать режиссера. Такими темпами мы никогда не завершим наши работы. А у меня еще репетиция с пианистом. Так, за работу. За работу, друзья. За работу. Между прочим. Вначале принято здороваться. Так ведут себя все воспитанные люди. Здрасте. Знаете, я не понимаю. Я не понимаю, почему вы всегда держите для меня наготове уж от холодной воды. Вам что, не нравится момент отработки? И на после премьеры отложим блеснение отношений. Прочь из этого зала раздору и склопу. За работу. За работу. Самое исключение, что я не против. Это ваша подружка начинает заниматься саботажом. Да. Итак, давайте повторим нашу вчерашнюю сцену. Быстрее, девочки, быстрее. Знаете, я понял, в чем заключается наша вчерашняя ошибка. Дело в том, что эту сцену надо играть значительно острее. Соберитесь. И сыграйте эту сцену еще раз. Сыграйте ее так, как вчера, только совершенно иначе. Нет. Объясните еще раз. Ясно. Итак, мои решительные сцены ясно. Не ясно. Вы только что сказали, что вам все ясно. Вы наверху меня не так поняли. Я действительно произнесла ясно, имея в виду под этим ясно, что не ясно. Мне показалось, вы машинально спрашиваете, ясно ли. И я честно и ответила, ясно, имея в виду под этим ясно, что ничего не ясно. Шутим! Девушки, я требую максимального внимания к этой сцене. Давайте ее сыграем, как вчера, только совершенно иначе. Ясно? Да. Вот видите, даже до вашей подружки дошло. Вот, видите, вот так надо на репетиции. Что так и надо? В рот вам смотреть надо. Да, подвизываться к вам надо. Мне этого не надо. Меня интересует искусство с большой буквы И. Ну, на крайний случай со средней. А вот не бывает среднего И. Бывает маленькое или большое. А вот среднего нет в природе. Так все! Вы понимаете, что этот глубейший спор вывел меня из творческого состояния? Что теперь делать? Давайте повторять другую сцену. О, диалог о Хайдеке. Понимаете, в этой сцене у нас пока не возникает атмосфера ожидания. Пионис тебя там пиликает. А разговор между вами не завязывается. Вы несете какую-то чушь, ни атмосферы, ни тайны, ровным счетом ничего. Поймите, это же мистерия. А в мистерии живет божественный дух. Попробуйте. Раз, два, три и... Что? Ничего! Что? Ничего! Что? Ничего! Что? Ничего! Что? Ничего! Что? Ничего! А что? Что? Горос, вы что заезжаете? Вот действительно, вот что? Спрашиваю, здесь я. Отвечаете вы? А чего таить, если знаете? Девушка, в этой сцене все просто. Просто. Попробуй. Раз, два, три и... Что? Ничего! Что? Ничего! Что? Ничего! Что? Ничего! А что? Вот это было действительно ничего. Это было бездарно и пошло. Давайте еще раз. Раз, два, три... Что? Нет! Я не буду произносить со сцены подобную дребеденье. Все! Мне это надоело. Кто этот жуткий секс написал? Вот я хочу знать, какое чудовище его сочинило. Эту жалкую пародию. Все, я не буду произносить со сцены. Все. Вы главное слушайте своего партнера, и у вас все получится. Что? Попробуйте! У нее же дикция не в порядке. Что-то шепчет себе под нос. А зрителю вообще непонятно половина вашего алфавита. Так хватит! Тут главное понять, что это не просто диалог, а что это концептуальный спор. И все! Помогал бы вашего алфавита! Это где-то вы все эти концепции нашли! А я уже так думаю! Да твое дело вообще не думать, где играть! А это прямое оскорбление. Выскочь, как! Я выскочила! Ты! Да ты ничего не смыслишь драматургии! А вы вреда слой! Да твое дело даже! Да стой к ресторану с агарчиками носите! Меня облачь! Что вы? Ты что это сделать?! Стаяющий террариум! Клубок змей! Так и последние крохи разума растерять можно! Ой, а были ли они когда-нибудь? Один повели нам до белого коленя! Да пропади оно все пропадом, если еще хоть раз возьмусь за одно дело с бабами.